Привет зритель! 28 сентября известному спортсмену и шоумену Владимиру Турчинскому исполнилось бы 55 лет. Знаменитый бодибилдер ушел из жизни 9 лет назад от острой коронарной недостаточности. Его близкие до сих пор не могут прийти в себя от этой страшной потери. Никто из них не ожидал, что здоровый и сильный человек скоропостижно скончается от сердечного заболевания. Турчинский почувствовал себя плохо 16 декабря 2009 года. Жена вызвала бригаду скорой помощи, но спасти Владимира так и не удалось. Врачи констатировали смерть от инфаркта. Говорили, что причиной заболевания могли стать препараты для наращивания мышечной массы, которую активно принимал бодибилдер. Также упоминают, что накануне рокового дня атлет делал процедуру очищения плазмы крови. Она также способствует образованию тромбов. Как бы то ни было, но Турчинский ушел из жизни в самом расцвете сил. Ему исполнилось всего 46 лет. Вдова бодибилдера нескоро сумела преодолеть страшную трагедию и вернуться к активной жизни. Я долго не могла прийти в себя. Ушла с поста директора фитнес-клуба Мисс Фитнес, получила дополнительное образование и стала диетологом. Я понимаю полных людей. Они отчаялись, думают, что в их жизни ничего не изменить. Когда не стала мужа, я думала, что моя жизнь закончилась. Но в какой-то момент я поверила в то, что снова могу быть счастливой. И у меня все стало получаться, рассказывает вдова. Дочери атлета Ксении недавно исполнилось 18 лет. Она решила посвятить себя продюсерской карьере и поступила на соответствующий факультет школы-студии МХТ. На плече девушки вытатуированы слова «I love my dad», что в переводе с английского означает «я люблю своего папу». Сыну Турчинскому Илье уже 32 года. Он стал кинологом. Илья ведет страничку в одной из социальных сетей, на которой создал альбом «Папа и я» в память об отце. До сих пор скорбит 81-летняя мама Владимира Турчинского. Нина Николаевна бережно хранит домашний архив, в котором собраны рисунки сына и газетные вырезки со статьями о нем. «Я состарилась буквально за неделю, похудела на 15 килограммов. Я просто решила не жить. Я как-то спрашивала у священника, чем я провинилась, что сын ушел так рано. На что он ответил мне, почему вы решили, что туда худшие уходят? Наоборот, сейчас такое время, что забирают лучших. Ваш сын выполнил и перевыполнил свою миссию на земле. А у вас внуки есть? Вот ими и займитесь», вспоминает безутешная мать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик.